Законопроект об отмене транспортного налога рассмотрят в первом чтении Госдумы. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Партия Справедливая Россия внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене транспортного налога для российских автовладельцев. Эту информацию я видел еще в сентябре в ходе того, как на сайте Госдумы были опубликованы первые результаты после прохождения выборов в Госдуму соответственно. То есть там был опубликован пресс-релиз, в котором представители всех фракций, которые прошли новый состав Госдумы, писали о том, что они уже внесли, какие законопроекты уже внесли на рассмотрение Госдумы и какие инициативы еще планируют вносить. То есть они рассказывали соответственно о тех направлениях, в которых они в новом созыве планируют работать. И там было небольшое коротенькое упоминание от Справедливой России о том, что они намерены добиваться отмены транспортного налога в России. Итак, вот этот пресс-релиз на сайте Госдумы сентябрьский. Руководители, прошедшие в Госдуму партии, рассказали президенту о планах работы в новом созыве. Будущие законодательные инициативы председатель партии «Справедливая Россия» отметил успех партии на этих выборах. Все, что было в предвыборной кампании нашей партии, уже реализовано в виде законодательных инициатив. Некоторые мы разрабатывали прямо в ходе избирательной кампании. Все они внесены, и мы будем добиваться их рассмотрения. Рассказал он о планах работы депутатов партии на созыв. Среди предложений введение справедливого базового дохода, отмена транспортного налога и единого государственного экзамена, снижение предельно допустимой доли на оплату ЖКУ и многие другие. Именно вот здесь упоминалась та самая отмена транспортного налога. Тогда я, честно говоря, особо пристального внимания на это не обратил. Ну, написали и написали, мало ли что они там обещают. Но вот сегодня дошли руки наконец-то до этого, и мне удалось найти непосредственно сам этот законопроект, который внесен, соответственно, для рассмотрения в первом чтении уже в Госдуме. Давайте сейчас я вам более подробно покажу, о чем идет речь. Далее нашел я этот законопроект, законопроект номер 114-93-61-7 о внесении изменений в Налоговый кодекс России в части отмены транспортного налога. Документ был внесен в Госдуму, оказывается, еще в апреле 2021 года. И вот его текст. Федеральный закон такой-то, такой-то. Статья 1. Внести в Налоговый кодекс следующее изменение. Пункт 3 статьи 14. Признать утратившим силу. Абзацы 17 по 19 пункта 7 статьи 346.35. Признать утратившими силу. Главу 28. Признать утратившим силу. Глава 28. Это как раз-таки транспортный налог подразумевается. И статья 2. Настоящий федеральный закон вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего федерального закона. И не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. То есть вот такой коротенький, небольшой законопроект, соответственно, получается. 13 мая был он предварительно рассмотрен. Было предложено принять законопроект к рассмотрению. Предлагаемый срок представления отзывов, предложений и замечаний 22 июня текущего года. Ответственным по данному документу был назначен Комитет Госдумы по бюджету и налогам. И, соответственно, последняя информация от 13 октября 2021 года. Документ, получается, готовится к рассмотрению в первом чтении. И вот здесь опубликовано уже заключение правового управления по данной инициативе. Представленным законопроектом предлагается внести изменения в статью 14 Налогового кодекса, исключив транспортный налог из числа региональных налогов, и признать утратившую силу главу 28 Транспортный налог Налогового кодекса РФ. Учитывая, что в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса доходы от транспортного налога зачисляются в бюджеты субъектов, предлагаемая отмена транспортного налога приведет к возникновению выпадающих доходов и несбалансированности бюджетов субъектов РФ, что не соответствует установленному статье 33 Бюджетного кодекса принципу сбалансированности бюджетной системы РФ. В этой связи необходимость выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов приведет к расходам, покрываемым за счет средств федерального бюджета. Согласно пункту 4 ст. 179 Бюджетного кодекса доходы от транспортного налога являются одним из показателей, используемых для определения объема дорожных фондов субъектов РФ. В этой связи полная отмена транспортного налога также может привести к увеличению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетом субъектов для формирования указанных дорожных фондов. В связи с изложенным следует учитывать требования пункта 2 ст. 83 Бюджетного кодекса согласно которому принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в закон о бюджете при наличии соответствующих источников до поступления в бюджет или при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. Законопроектом не затронут ряд статей налогового кодекса, также регулирующих вопросы транспортного налога. Кроме того, не учтена необходимость внесения корреспондирующих изменений в бюджетный кодекс. Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что заключение правового управления в принципе целиком отрицательное. Тем не менее, пока что этот законопроект не отклонен и он планируется к рассмотрению в первом чтении. Однако, у меня, честно говоря, есть большие сомнения по поводу перспектив данного законопроекта. Дело в том, что отмена транспортного налога, по сути, является наиболее частой инициативой, которая озвучивается у нас в России ежегодно. То есть, если по отмене техосмотра у меня пока что уверенность еще есть на тему того, что его все-таки отменят, то по транспортному налогу пока такой уверенности нет. Для понимания, давайте я вам покажу сейчас хронологию законопроектов по отмене транспортного налога. Так, вот текущий законопроект, получается, последняя информация на 13 октября 2021 года. Он пока что находится на рассмотрении, как я уже сказал. Далее, получается, 20 августа 2020 года был внесен законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс в связи с отменой транспортного налога. Резолюция последняя здесь – вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы для выполнения требований Конституции и регламента Госдумы. Далее, 12 декабря 2019 года был законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс в части отмены транспортного налога. Резолюция – отклонить законопроект. Далее, 2 июля 2018 года был законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс в части отмены транспортного налога Резолюция опять вернуть законопроект субъекту правозаконодательной инициативы 18 мая 2016 года был законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс РФ в связи с принятием федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс в связи с отменой транспортного налога Резолюция отклонить законопроект 12 октября 2017 года о внесении изменений в налоговый кодекс в связи с отменой транспортного налога. Резолюция отклонить. Второй такой законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс в части отмены транспортного налога. Опять же 12 октября 2017 года тоже отклонить. 22 октября 2015 года о внесении изменений в отдельный законодательный акт РФ в части отмены транспортного налога. Вернуть законопроект субъекту правозаконодательной инициативы. И 21 мая 2015 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части отмены транспортного налога. Вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы. То есть как минимум с 2015 года продолжается вот эта история с внесением предложений и инициатив по отмене транспортного налога. Но на сегодняшний день ни одна из них не увенчалась успехом. Помимо этого, помимо полной отмены транспортного налога, также сейчас на сайте Госдумы на рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в статью 358 Налогового кодекса в части освобождения от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей, принадлежащих инвалидам. Согласно данной инициативе предлагается отменить транспортный налог для инвалидов, которые владеют автомобилями, мощность которых менее 100 лошадиных сил. Внесен документ также партии «Справедливая Россия» получается. Он был внесен еще в конце 2019 года изначально. И вот 13 октября 2021 года его направили на рассмотрение в Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Здесь также уже опубликовано заключение правового управления, но в отличие от законопроекта по полной отмене транспортного налога, здесь оно положительное. Вот это заключение. Проектом федерального закона предлагается внести пункт 2 части 2 статьи 358 Налогового кодекса «Изменения, исключающие из объектов налогообложения транспортным налогом легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, являющиеся единственным принадлежащим инвалиду легковым автомобилям». «Концептуальных возражений правового характера по законопроекту не имеется. Наименование законопроекта после слов статью 358 необходимо дополнить словами части 2». То есть по данному законопроекту, в принципе, шансов гораздо больше, что он будет все-таки принят. Таким образом, получается, на сегодняшний день факты таковы, что законопроект об отмене транспортного налога в Госдуму внесен. К нему есть отрицательный отзыв от правового управления, но по факту, если придерживаться фактов, никто пока что 100% от него не отказался. Понятное дело, что вероятность того, что транспортный налог вот так вот раз по щелчку пальца возьмут и отменят, очень низко, на мой взгляд. Но, тем не менее, на сегодняшний день небольшие хотя бы шансы на то, что этот документ может быть принят, остаются. Такая вот информация. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Что вы думаете по поводу этого нововведения? К какому варианту вы больше склоняетесь? Примут ли его, либо не примут? Вы традиционно можете поделиться своим мнением в комментариях. Всем удачи на дорогах и всем пока!